Запустил запись заново, потому что там был технический рестарт, соответственно, мы довольно долго ждали. Будем смотреть сейчас Гриндера против Кейфа. Первую их игру в третьем раунде лузеров. В третьем раунде лузер брекета. Помню арену, где Дарка с бритами размотали фулл-осадкой за Бирму Скорпа плюс Тарана. Прикольно звучит. Чем играть против Турка, кроме замковых юнитов? Лучники, Скирма. Кто-то осадкой отбивает, кто-то монахами отбивает. То есть в целом там от микро много зависит. Да, просто упорствовал Дарк, просто упорствовал. Лучников умер. Против Брида работает. Ну что, поехали? Давайте я сейчас включу экран, выключу музыку. Погнали! Первая игра. Половцы против Турка. То, что мы, собственно, сейчас и обсуждали с вами. Опять карта дисбаланс. Окей, фэкстра золота внутри. Да, конечно, с этим надо что-то делать, но да ладно. Вообще сюда можно пробить, на самом деле, довольно легко. Здесь два тайла. Если Половец там у него есть сошки, если он будет против Турка в какой-то момент игры выходить в Собис плюс один, то можно попробовать. Можно попробовать через них сыграть. Турка главное пересидеть по золоту. Да, все правильно. То есть Турка главное пересидеть по золоту и многое будет зависеть от того, сколько голдов, сколько реликов ты законтролишь. А тут карта спаунится так, что у Турка золото внутри лол. Я простроил. На самом деле, много будет зависеть еще от билда. И сейчас, потому как я вижу, у Гриндера очень плохая база. Посмотрите, к нему можно подойти вообще с любой стороны. Он на самом деле не может... Даже вот этот тайл, если даритнуть, к нему можно будет пробежать. Вот, то есть он довольно открыт. Ну понятно, что здесь можно там два... Вот тут два тайла, по-моему, или даже один тайл. Наверное, один тайл можно закрыть. А, у него нет камня. Ну, то есть здесь можно построить там ряд домиков. Это как бы закрыт. Тут все можно будет делить. Но, тем не менее... Да, я очку видит. Тем не менее, база довольно такая... Very exposed. И плюс все ресурсы находятся на форварде. Причем у игроков есть рестарт. Я не удивлюсь, если Рома возьмет рестарт в этой игре. Потому что у него очень плохая карта. У него против Турка очень широкие стены. Камень за стеной. Ну, как бы такой. Нормально, более-менее с его камень, но за стеной все-таки. Основной камень ГГ отбивается Янисами. Золото все на форварде. На бейке ничего нет. Кармана нет. Золото здесь. Включи счет. А что не так со счетом? Вроде же есть. Есть шанс, что Кейв не знает, что Комансы пушить надо в замках. Ну, мне кажется, что даже если он этого не знает, он за Турка вряд ли бумить пойдет. Правильно? А. Угу. Это сделал. Короче, я думаю, что Кейв и Небе пойдет. Ну, вообще, половцы я бы, наверное, начал даже через осадку, не через Янисов. То есть я поставил бы форвард осадку, заказал бы замок, сделал бы там Таран либо Анагар, чтобы пробить. И первыми Янисами уже зайти внутрь. Мне кажется, это идеально. Кстати, реально тут Рея лучше бы взять. Ну, все, уже 4.40. Рестарта в этой игре не будет. Рома будет играть то, что выпало. Может быть, он нас в каком-то плане пожалел. Да, через двух Крестов играет. Он будет точно бумить Феодалию. То есть он не собирается никак обманывать. Ну, я с этим не очень согласен. Мне кажется, что ему здесь все очень больно будет. Крест не понял, куда идет. Да, промазал по Кабу. Видимо, не разведан был еще что-то. Не может понять, в итоге на лес отправить или не отправлять. Это, кстати, будет уже второй Кабан, которого он соберет. Да, в итоге здесь пришлось овечку есть, потому что привел у них тайминг. Но немножко некомфортный билд-ордер. Мне бы не понравился, если бы я такое делал. Еще две офисы не собрал. Мне бы не понравился. Кейв 4.4 на лесе. Более-менее стандарт. Засел фермочку. Я думаю, что Рома должен где-то с популяцией... Блин, а в идеале 20 без лума нажать. Раз уж ты играешь через 2 на лесе. 20 без лума надо нажмать. Но ему не хватит через креста нажать. Потому что он Каба медленно ест. Вот если бы он эту овечку не ел, а ел бы Каба. Он как раз бы съел бы где-то уже 150 еды и мог бы 20 без лума нажать. Ну ладно, и сколько он еще будет заказывать? Неужели он реально будет 22 аппаса? 22 это очень поздно для двух крестов на лесе. Я через 4 на лесе через стандарт. 22 спокойно аппас. Ну, 21 норм. 21 без лума это хорошо. Ой, не надо было сбрасывать. Он все или может так скинуть. Ну ладно, еще с оленя. Вот этими крестами он мог просто вот так вот скинуть еду. Немножко теряет время, ладно. Кейф и есть еда под ТЦ в сплане? Есть, конечно. Кейф будет монкрашить. Вообще да, то есть Кейф в целом и без замка может сыграть эту игру. То есть Турк в этом плане такая гибкая цива, что Кейф может пойти через чистый монкраш. Вот здесь я не понимаю, что он делает этими вилами. У него вилд стоит. Да, хорошо, что он заметил. Второй лес, наверное, поставит. Да. Кейф не любит в 1д сыграть. В целом это нормально. Более такие приятные билдордеры. Вроде до Каба не было ничего. Слушай, ну может быть Яхаза... Он не нашел каких-то овец, что ли, или что? Блин, не, у него две отцы. Не, я думаю, что у него все под контролем. Кейф, а как зовут? Что-то я подзабыл. Не уверен, но по-моему Артур. Рома 9 на лесе. Да, у него сейчас будет ровно... А, кстати, он барак построил. Лоу, а зачем ему барак на этом тайминге? Не понял. Реально, а зачем барак-то? Именно сейчас. Ладно, потом он поставит барак и нишня. А зачем именно сейчас? Он же дилейит ферму. Задилейил себе ферму просто так. Непонятно зачем. Гриндеры заготовки против Монкраша. А, Кейф и Кирилл. Да, возможно, Кирилл зовут. Да, да, это, наверное, ВК у него нейтральное имя. Точно, я помню Кирилл и половина. Наверное, Кирилл. Кейф еще только апается с поп-26. У него пока плюс четыре вела. Понятно, что со временем он отстанет. Ра конюшни будет долго. Помню, хера на РФ ставил конюшню при 2-ц для контроля. Так, нет, я тоже играю в Покете. Ставлю сразу ТЦ и конюшню при поп. Там 20, ну, по-моему, 20 суммам я опался. То есть там хватает, да. Зачем так рано? У него же еще ферм нет. Ему не нужны скауты же сейчас. Или нужны будут. Ну, просто сначала сделай четыре фермы, а потом сделай конюшню. Иначе просто ему не хватит халяв... Ну, типа у него сейчас закончится халявная еда вот здесь. И вот эти Кристснеди что-нибудь будут делать? Да. Они будут топ-топ-топ-топ-топ ножками обратно-обратно-обратно-обратно-обратно на лес. Они прошли туда, а потом пойдут обратно. Так бы это были фермы, и потенциально он бы все бы фермы сделал. И Кейф только Фиот нажал. А если он захочет построить форвард монастырь, он построит барак и сделает там пики. Две пики, и все. И все равно построит форвард монастырей. Короче, не. Я думаю, эту игру Кейфу играет. Если Кейф проиграет, то только если он где-то ошибется. Ну, мое мнение на этой карте. Ну, Гриндер в итоге билд как под скаутов. Да, ему хватит на 2-3 скаута. А потом будет конец. Кейф тут понимает, наверное, что там скауты. Или не понимает. Не, хочется... Тут нельзя показывать 2-го скаута. Надо, чтобы он добежал до ворот, встать в воротах и забежать внутрь. Вот тогда я скажу, что Кейф ошибся и будет ГГВП. Ну-ка, смотрим. Наблюдаем за крестьянками. Ага. Не, Кейф в итоге непросто отдал. Не знаю, специально скаут или случайно. Какие-то бывает камень восьми крестами. Все-таки это будет замок, не чисто монкраш. Ну, замок помедленнее против Половца. Прикольнее чисто по монкрашить. Вот как он делает супер ранний ап. За Половца было бы прикольно. За Половца было бы прикольно. Вообще, а Гриндеру вот здесь было бы проще закрыть. Там где-нибудь 2-3 домика поставить. Без форварда замка можно и проиграть. Да, я тут с Рекартом согласен. Мне кажется, Половец... Что-то-то он все-таки сможет придумать. У него как раз эко сладкое. Ну, то есть, у него эко на пике именно на 19-20 минуте. А когда ты бумишь 3 ТЦ, у тебя наоборот на 19-20 минуте. У тебя эко как бы находится, ну, в такой, знаете, немножко низинке. Что ты только-только настроил экономику на то, чтобы крестьян создавать. А ну, все остальное не хватает. Вот, поэтому... Поэтому Половец именно на 19-20 сильный будет, если подготовиться. Ну, Гриндер в итоге сделал там плюс 2 скаута, да, получается? Лун. Да тачку надо было нажимать. Зачем лун? Тачку. Сбросить еду, тачку нажать пораньше. Сделал вывод, что... Ойёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё вообще он вовремя отступил сделал у него все будет норм да здесь не будет такого что даром уже закрыл ворота этого креста не нужно внутрь он уже мертвый чисто волка пригласил домой ну типа чем потерял трех виллов не поставил форвард замок и отстает на 13 крестьян не ну сейчас у рома всего получше да кейф напортачил кейф напортачил мне кажется он уже тачку сделал да тачку уже есть да это получается 14 крестьян с учетом тачки здорово уху бы лучше замок был в центре ядное дело я не получу кейф как обычно не построил барак что-то пожадничал да этом он сам и сам понимаешь не идеально сыграл а здесь гриндер будет готовить осадку в целом тогда идея идея рома понятно соответственно что вы говорили что рома сильный макро игрок целом идея его понятно но если бы тут был бафорвард замок то я не знаю как он сработал он на базе бы просто ничего не защитилась но мы просто с осадкой будет открывать с этой стороны закинул туда виллов и будет конями просто выносить базу турка и заставлять его янычарами защищаться не атаковать целом план хороший единственная проблема будут монахи которые помогут отбиться здесь от рейдов коней ну и возможно вообще да турк будет защищаться и это самая большая проблема для него да кейф в итоге ставит трое тц решает больше в макро поиграть после того как форвард замок видимо не удался и мне кажется что это не очень хорошая идея хочется хочется все таки форвард здание здесь построить хочется чисто чисто с баллистикой янычар next level play пром нажала но кстати вот сейчас начнет сказываться то что у него карта плохая то есть он сейчас сильно выходит на золото и кейф когда начнет пушить у гриндера может не хватать голды вот это кстати очень важное золото если он на него допустим тц вот сюда поставит то он за счет него может вылезти вообще в этой игре а так у него сейчас все равно может быть все плохо то есть несмотря на то что у него там где-то плюс 14 в ло в парме он отстает и опять же еще раз повторюсь ему особо нечего делать ну то есть он сейчас собирает золото у него много еды он будет делать коней но здесь будут монахи если кейф не ошибется будут монахи и какие-то анагры ну и нужно я несов конечно без пауза делать вообще не знаю зачем кейфу нужен был именно замок форвард то есть если он собирался все-таки вкладываться так с осадкой играть можно было иначе сделать ну что я все те же 15 крестов разницы здесь появился анагар рома здесь будет как-то пытаться заволить долл это не лоу 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 это такое это до шутки и может быть он конечно выиграет здесь там какие-нибудь 10 секунд которые ему понадобятся но здесь она короче сладенько по домику как раз постреляет до стреляя на грамм что ты черепашешь ну что ресурсов много давайте смотреть сможет ли конями рома здесь отбиться где монки кейф какие релики какие релики надо убивать коней вот мне интересно как кейф мыслит вот чем он будет отбиваться какая мысль у кейфа знаешь там конюшня так заходит видит что человек на золоте с двух шахт так чисто каменные стенку ставят чтобы от коней прятаться это блин красота видит тару конюшню можно монахов сюда привести рома нажал сразу много апов плюс 2 броню пилу да гринтер здесь должен должен это отпушить мало очень юнитов и несмотря вот на этот редут я думаю что здесь может не спасти за лицу кейфа второй монастырь спасибо за подписку добро пожаловать на канал надо не давать добывать золото то есть этот тот самый момент когда у рома да у него уже нет голды то есть если он здесь прямо сейчас не отпушит кейфа то не выиграет игру как мне кажется сейчас правда разведет попробует анагра забрать да надо анагра сюда подъехать и кейф просто золото не дает не дает добыть золото да рома засяпает тарана будет кстати прикольно если он замок сломает внизу монах спалил форвард грина посмотрим да соответственно кейф даже закинул сюда уже янисов красота кейфу сейчас нужно здесь не ошибиться в микро он очень классно сделал стенку прям я такие люблю считаю что это очень классный мув да видимо его здесь анагра немножко не слушаются еду слишком в сторону припушит ац она сейчас он их подвинул отлично ломает рома 3 тц пока не ставят ну и правильно да ну кейф если бы он чуть-чуть покруче бы в макро играл вот этот цене так важно как не дать добывать вот это золото если он не дал бы добывать золото это было бы ггвп кони быстрые почти успели почти успели не дать янисом туда зайти здесь анагроме кейф промазал последний выстрел надо чуть получше его дать монах ну-ка вербовать еще монк кейф вербуй раз перевербовал а блин двумя монками а не двух коней перевербовал но по идее сейчас если кейф здесь же он видит должен видеть осадку да если сейчас он напряжет золото то у гриндера мало шансов понятно что он сейчас как-то продает пока там курс еще хорошего что-то может там быть тяжело надо как-то монахов здесь закрыть наверное рома кстати отступает хотя можно было сейчас напасть пока у монахов перевербовка ну да инкама долго не было сейчас инкам появился кстати коней можно сохранить бы было бежать 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 да сохранить сейчас даже полечит вообще красота ну единственное страшно конечно сколько там таранов гриндер вроде почти нон-стоп старается держать ну и кстати золото тоже много вкладывает а смогут ли эти тараны здесь что-то сделать этих всех янисов если кстати кейф подведет туда будет вообще круто и он сейчас отстает меньше чем на 10 влов то есть отставание не такое большое монахи блин монахи перевербовали продамаженных коней это неприятный довольно момент ну и кажется ну и кажется это конечное золото то нового не будет леса много а курс уже не ну курс еще можно по 51 продавать да и еду еще можно продать то есть в целом продавать есть что ну здесь такая пача коней теперь появилась что приходится верблюдов делать против янисов ну поехали тараны здесь уже готов анагар да янисы начали наваливать кстати здесь крестьян убили же да наверное они не отступили здесь опять можно подлечить коняшек а я понял the next level play перевербовать продамаженных коней чтобы полечить их peaceful gaming карта слишком нечестная согласен неудачно очень карта для рома что золото на форварде если бы ему здесь не сбивали я думаю намного бы больше коней сделал мог бы ну и да третью конюшню которую он поставил продолжить масить в итоге рома сдается может быть понимая что здесь тараны особо ничего не сделают максимум там сломает какое-то количество зданий но отбить вот эту армию уже особо нечем 1-0 кейв побеждает молодец идем в следующую игру но рома стоит признать что рома на хороший план подготовил то есть ну если бы карта была получше я думаю что он бы справился бы со всей этой штукой то есть в целом то как он исполнил то что он придумал зашло довольно зашло довольно неплохо 2210 конечно поздновато пораньше бы да кейв 4 делика успел собрать и по количеству крестьян уже догнал рома 64 66 то есть заметьте кейв в этой игре не заулынил то есть он за турка был готов ставить эко и в целом у него было 3 тц сзади он знал какое у него золото я согласен мог взять рестарт но может быть не очень не очень понимал какое будет третье ну что давайте ждать следующую сейчас будет я думаю небольшая опять задержка перерыв первую аренку забрал у нас кейв он вроде бы играл блин аппетит цвета забываю наверно красным или синим он играл ладно давайте пока не буду выделять не помню кто каким играл потом поменяю синим кейв был да вот я тоже типа вроде как он должен быть красным но потом понимаю что блин может быть он синим был классно объяснил да файл сохранить кейв синий кейв синий синим был кейв кейв синий синий кейв я понял принял информацию получил спектейт спектейт гейм спектейт гейм фуф блин рома только сейчас скинул значит они не начали надо чтобы они просто начинали сразу и типа нам тогда ждать особо не придется надо чтобы они начинали сразу ну что расскажите интересно а давайте цива еще цива 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 цив 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 турки половцы но турки себя в итоге оправдали да у кейфа Турки в итоге себя оправдали Как и Бербер, блин Слушайте, он в прошлой игре Типа, знаете, это как выглядит, как у него в голове щелкает Блин Гриндар, развалю тебя туркам Блин, Дэнч Иди сюда, я на Бербере скатаю Чисто вот так Он просто первым сразу ориенскую циву Главное, просто отдайте мне мою циву И с вами будет то, что будет Вот, довольно забавно Кейф в этом плане молодец Да, Кейф развалил Ну что, может быть даже сейчас Последняя игра за сегодня будет Так-то, перс, японец Если бы я не знал, что японские лодки Быстрее рыбу добывают, я бы сказал, что перс Сильнее, как всегда Но японец, наверное, жесткий Японцам комфортно играть Так, что-то я стал пропадать с вебки, да? Ну ладно, вроде видно Сильнее, японцам комфортно играть Цвет настроения кейфа. Я пока не вижу игру. Вот появилась в спеках кросс. Японцы персам. Интересно, он переиграет кейф персам или нет. Рома довольно сильно играл. Ой, игра сразу началась. Может быть, Рома забыл задержку? Может быть, Рома забыл задержку. Завтра будем такие вещи проговаривать. Завтра будем такие вещи проговаривать. Либо там сразу этот... Либо там рестарт. Либо там рестарт. Да, ребят, надо на всякий случай карту вам показать, да, думаю? Ну, судя по тому, что я проматываю, да, скорее всего, задержки... Ну, либо не было задержки. Сейчас мы в течение минуты узнаем, был ли рестарт взят. Пам-пам-пам, 3.50. Все, рестарта не было. Ну, возможно, и парни играют без задержки. Ладно. Ну, ладно, Вань. Ну, ладно. Домик Док. Здесь у Перса уже стоит Док. Кейв делает Лум. А, я понял. Видимо, Кейв Каба украл, да? Да, Кейв стащил Кабу. Гриндера не будет ре. И он, кстати, вышел на довольно далекую воду. Кейв здесь намного ближе вода. И он, в целом-то, может послать вела сюда, добыть... Ну, я не понимаю, почему реально второго вела не кидают. Это же халявные, да. Это то же самое, вот, как выйти... Ну, типа... Не знаю. Блин. Есть оленя. Один раз отправляешь, и все, съел оленя. Не стрелять не надо, ни мельницу ставить. Просто взял бесплатно, ешь, но он стопом оленя. Как ты относишься к ТЦ между луж? Что ты имеешь в виду? Между каких луж? Типа вот здесь вот где-нибудь? Типа или то, что карта без баланса. Козерума прикольно закрыл. Не знал, что так можно добывать. Я бы закрыл, она таяла бы дальше. А что, один крест съест целого оленя? Целого нет. Он съест, сможет принести только 35 еды оттуда. В олене 140. Поэтому креста выгоднее есть тремя, либо четырьмя крестами. Вот. Но в рыбку он его сбрасывает в док. И в целом оленя можно тоже в док. Это просто халявная еда, и выгодно кушать. И здесь можно есть вот эту глубоководную, вот эту вот маленькую, и вот эту глубоководную. Отправил сюда... И вот эту вот маленькую. Отправил сюда пять крестьян. Это круче, чем добывать кусты в миллион раз. И при этом не нужно строить мельницу. Затраты ноль. Ноль затраты. Так, здесь что-то он сбрасывает многовато. Кстати, он нашел своего кабана. Таких кабов бывает не находит. Да, поблок у него небольшой. Но я думаю, что он сейчас нажмет ап. Или хочет еще креста. Нет, ап, наверное, просто, да. Непонятно, зачем так сильно док строить. Я бы вот сюда поставил лесопилку. Ну, Кейф опять решает закрываться. Но на этой карте, кстати, это будет проще сделать. Интересно будет посмотреть, как Рома будет реализовать свою игру без... Реализовывать свою игру без этого. Как называется. Без кабана. То есть, насколько рано он сможет апнуться. Что вообще он себе сможет позволить в этой игре. Ну и в целом, так как Кейф играет довольно пассивно. Кстати, он каба своего третьего так не будет есть, да? Несмотря на то, что Кейф играет довольно... Из-за того, что Кейф играет довольно пассивно. Рома мог без стенок попробовать такое полуфк сделать. Вот. Поэтому то, что он сейчас закрывает, это меня немножко расстраивает. Расстраивает то, что он закрывается. Потому что, мне кажется, он сам себе биллдордер немножко сломает. Извиняюсь. Ну, в итоге разведал. Здесь все более-менее неплохо. Постарается на двух доках сыграть. Постарается на двух доках сыграть, да? Йоу! Великая игра. Спасибо за продвижение. ПС, но реал всегда важнее. Берегите себя. Йоу! Спасибо за 100 рублей. Хороший комментарий. Стараюсь не забывать про здоровье и про все остальное. Спасибо за 140. Ну и, соответственно, спасибо за поддержанный турнир. Да, игра действительно такая. Здесь стоит довольно забавный момент. Кейв. Кейв надо было драться. Он мог очень много хп забрать. Может быть, даже скаут успел бы прибежать. Либо идти в сторону скаута, пытаться закрыть. Ой, гриндеру. Но он пытался здесь как-то, видимо, подзаволить. Поэтому потерял вела. Ну и здесь, в целом, скаут, наверное, погибнет. Да, док. Только я... Ну, блин. Это будет точно ваше озеро. Ставьте док по центру. Ну, это же выгоднее. Больше... Ну, ближе к рыбе. Почему не по центру-то? Кстати, Кейв сейчас мог убежать. Точно, уже феодальный. А Рома нет. Блин, Рома только сейчас апается. И у Кейфа всего на две популяции меньше. У него 33% впереди. Ну да, Крейс туда пройти не может. Там уже фулл волк. А, Кейв решает вообще за перса пойти агрессивно играть. То есть ставит вышку. Блин, ну поздновато. Ну, то есть Рома успеет апнуться и поставить здесь свою. В целом, задумка интересная. Но я боюсь, что он очень отстанет. Девять рыбацких. Да, здесь даже два дока. Планирует очень быстро здесь Рома нагнать по количеству рыбы. А Кейф играет в один док. Но с хорошим количеством рыбацких, стоит признать. Блин, ну интересный момент в игре. Потому что Рома из того, что вынужден здесь ставить вышку. Он сам тап не нажмет. Потому что у него именно золота не хватает на апгрейд. Но это правда. Ну, так же зависит от того, поставит он рынок или не поставит. Потому что с рынком он в целом успеет добрать золото. Ну, Кейф, кстати, прикольно придумал. Он сейчас здесь будет пробиваться. Пока Рома будет тратиться на кучу разных заболов. Так. Вообще мне нравится Кейф. Бодренько, бодренько пошел. Так, здесь закинул Вила, второй док. Ну, слушайте, мне очень нравится. Ну, я не знаю, насколько это все зайдет. Но мне сама идея того, что делать Кейф, нравится в этой игре. Правда, камень, по-моему, да, не добывает. А, уже и камень добывает. Если он сейчас куда-то будет... Вот в этот тайл, вторую вышку. Либо вот в этот, чтобы золото точно достреливал. Но если он вот в этот тайл поставит вторую вышку, это прям очень-очень хорошее исполнение. То есть он ставит в этот тайл вышку, он отбивает золото, и Роме опять нужно идти в какую-то задницу мира. А, вот это Кейф немножко уперся. Да все, ставь сюда вышку. Что он видит? Да, он может понять, что здесь лес. А, ну на камень, кстати, сразу идет, да? То есть это типа next level, даже далее next, чем я играю. Я бы где-то вот здесь вышку вставил. Но мне кажется, вот здесь было бы поинтересней. Потому что он сейчас отпустит Рому в замке. Да, Рома сейчас вот отсюда пятью велами доберет на замке. И Кейф отпустит в замке просто оппонента. А вот тут, кстати, дырка. Сюда можно прибежать, зайти. Да, маловато здесь, не хватает. То есть Рома сейчас нажмет об замке. Правда, ну, из плюсов, что у него ничего нет. И он не нажмет об замке, потому что он здание не поставил. Как сейчас Маркет заказал. Я думаю, Рома сейчас немножко жалеет, что он барак... Да, и Кейф ставит вышку прямо в этот тайл. Красава. Вот, я думаю, что Рома сейчас немножко пожалеет. Что? А, не, не пожалеет. У него уже есть лес. Уже есть лес на кузницу. Сейчас, по идее, я должен где-то кузню заказать. А, ну, в итоге здесь решает сам себя отвалить от камня. Я так понял, он здесь набрал либо на башню. А ему не хватит на башню, у него будет... А, ну да, на башню точно. Вот на ТЦ, на ТЦ набрал. Это хороший муф. Главное, теперь не потерять камень с этих ребят. А, ну, он добавил еще тут три тайла стены. Так-то у него, может быть, на башню бы хватило. Да, здесь этой башне можно плюс один даже апнуть. И отсюда можно будет расстрелять эту вышку. И в целом, Роми... Эээ, Кейв, о, он видит другое золото. Он же видит два голда. Почему не бежит туда скаутами? Все... А, ну вот, да, здесь не добивает. Но это немножко жалко здесь. Стоп, Кейв нажал в замке. Да, и он за счет... За счет перца, даже раньше апнется, ставит крутую вышку. Блин, но он пока не задумывается о другом золоте, хотя стоит. Кейв тоже апается. Да, вообще... Очень классную игру нам показывает Кейв на этой карте. У него плюс четыре популяция, именно экономическая. Он тоже закрыт, и он раньше апнется. И у него уже есть военные юниты. А Рома ставит, кстати, два барака. Интересная игра против перца. Вообще, перца, я считаю, очень слабой. Именно к этому... Именно к пикам. Интересно, сработает или нет. Здесь вышка дострелилась. Надо плюс один апнуть. Это неплохо. Появилась Кузя, закажет плюс один. Плюс один стрелу, и сломать вот эту вышку с двух сторон. Из-за этой башни, и вот из-за этой башни. Просто сломать вышку. По идее, сейчас... Можно тупо добумить. То есть, там два барака. Блин! Вот отсюда надо было док сюда ставить. Идти. Там же два док у Рома. Блин! Точно сюда можно даже... Если прийти сюда тремя вилами, можно из-под галера док поставить. Правда, у Рома здесь два. Он все равно, наверное, году выиграет, да? Может быть, хорошо, что Кейв так не сделал. В итоге он раньше апается. У него плюс четыре популяция. Сразу осадка. Здесь две конюшни, два барака. Ну-ка, что по ресурсам у Рома? Я предполагаю, что у него еды много, да? Делает... Делает садло. Но тут Кейфу нужно не допустить ту же ошибку, что Вара делал. Надо построить... Надо построить монастырь. У него на лесе маловато. Ой, на золоте маловато. Он рез и в ноль юзает. Ааа! Он сейчас отсюда рыбу бьет! Лол! Это очень крутой мув. И он уже апнул кораблей. А Рома, по-моему, корабли не заказывает. То есть он даже сейчас сделает коней, там что-то как-то отобьет. Кейфу надо вышки, конечно, еще привалить. Блин, мне реально нравится, как Кейф играет. Что за фундамент в форме креста в центре карты? Ну, это просто такое, типа, украшение. Оно в себе смысловой нагрузки на этой карте, наверное, не несет. Ну, эта карта была сделана к одному из турниров. Да, вот это почему нужен здесь монастырь. Карта была сделана к одному из турниров. И, соответственно, там вот, видимо, организатор посчитал, что это будет прикольно, если они так сделают. Ну, и в целом, ничего плохого это в себе тоже никак не несет. Да, явно не ожидал коней от японца Кейф. У него даже апы похуже. Здесь Рома может с горки... Не того коня отвел, лол. Он с каутами вернулся, чтобы коня добить. Ну, ТЦ построят. У Кейфа, в свою очередь, пока один ТЦ. Интересно, будет он добавлять или нет. Ой, блин, рыба идолит, лол. И здесь надо больше рыбки добавить. Да, и вот это, конечно, очень важный момент в игре. Он обгоняет уже на 11 лимита. Несмотря на то, что у Рома 2 ТЦ, Кейфа 11 лимита, это много. Сейчас добавят сюда верблюдов. И в целом, ну, комбо вот это вот, которое будет, оно для Перса, наверное, повыгоднее. И золото, как бы, да, Кейф здесь все в итоге сломал. Я бы пошел попробовал двумя крестами. Вообще, может быть, вот сюда бы поставил док. Потому что у него апнута вот сейчас, именно из замков можно попробовать там воду отнять. Так, коня бы сохранить на 2 хп, чтобы подлечить. В итоге просто разменялся. Ну и чего здесь? Сейчас пойдет осадка. Роме нужно очень много золота, чтобы и коней делать, и монахов. И, может быть, какую-то свою осадку. Начал апать гилнут с Кейф. Все эти. Хороший апгрейд. О, Лолока, конь пробежал. Кейфа где-то дырка. А, наверное, за бараком там, да. Вообще, да, этого коня и хер убьешь. Этими крестами. Ну, Рома здесь сам особо не доконтроливает, поэтому конь побежит к ТЦ. Не останется здесь нарезать виллов. Немножко удачно для Кейфа. Ну и здесь начинается пропуш. 57 на 14 по крестам. Уже вербует коня. Здесь надо драться с конями. И пауза от гриндера. Солидно играет. Да, очень даже. Очень даже. ГГ. Гриндер раздается. И 2-0. Что за турнир? Турнир называется Винч Кап. Мой туре, который я провожу. Солидно играет Кейфа. Солидно играет Кейфа. Нормально. Кейф думал, что вылетел. Минус 2. Минус 2 делает. Не понял про что-то. А, то, что он думал, что вылетел из турнира. Да, и в итоге сделал минус 2. Да, Кейф красавчик в этом плане. Очень классно отыграл. Ну что, 2-0. Давайте отправимся в статистику. Сейчас быстро поменяю счет. И я думаю, что это на сегодня была последняя игра. Да, вот это противостояние быстрее закончилось, чем с Дончом. Как-то Кейф поинтереснее придумал вещи, чем Рома. Мне очень понравилось, как он сыграл здесь на кроссе. Прям, ну, за исключение того, что он сворвал Кабана, это немножечко не очень крутая игра. А так он очень здорово сыграл. Прям большой молодец. 23 на 8 убито, потерянное. Там что-то с вышечками. Пришел, построил. 19-0-0 замки за перса. Это с форвардом, напомню. Он камень еще рано добывал. 57 белов. Красиво. Кстати, мне интересно, Каба он съел? Нет, Каба он так и не съел. То есть он своровал чисто не дать врагу. Ну что ж, я думаю, что на этом потихонечку будем закругляться на сегодня. В итоге 2-0, уверенная победа Кейфа, молодец. Я в целом то, что хотел сегодня отстримил. Вот, ребят, я думаю, что вам понравилось, и Кейф удивил. И там до этого противостояние Кейфа с Денчом тоже было довольно равное. Мне кажется, там были какие-то качели. Там Денч наошибался, пытался откомбетчить на последний, все остальное. В общем, я думаю, что на сегодня все. Давайте потихонечку буду закругляться. Есть еще, что сегодня стоит поделать. Вот, есть еще на сегодня планы. И потихонечку буду двигаться в завтра. Завтра мы начинаем в 14.00. Давайте быстренько пройдемся по тем, какие матчи нас завтра ждут. В 14.00 первыми начнут играть... Так, Кейф Денч. Надо проставить Кейф первую, вторую Денч. Кейф третью. Отправить оценку. И Гриндер Кейф. Кейф первую, Кейф вторую. Так, и Вара со спидлимитом. Да, я не занес. А какой счет был Вара спидлимит, ребят? Я забыл. 2-0 же, да, по-моему? А, занес. Да. Соответственно, смотрите. Давайте я подключу вот такой вот этот. Здесь справа вверху вам можете посмотреть на сетку. Здесь завтра первый матч, который мы посмотрим в 14.00. Будет Репарт против Дарка. Довольно, я думаю, интересный матч. Два фаворита турнира. Далее Классик против Оладушка. Посмотрим, что Оладушек подготовит к Классику. Классик пока очень уверен на игру показывает. По-моему, он единственный не проиграл ни одной карты. Но я в этом немножко не уверен. Так, первое в голову мне пришло. Вот, соответственно, посмотрим, что Оладушек продемонстрирует против него. Соответственно, потом посмотрим один из вот этих матчей. Посмотрим либо Кейфа с проигравшим Классик Оладушек, либо Спидлимита с проигравшим Репарт Дарк. И завтра же будет финал Венеров. То есть мы посмотрим победителя Репарда Дарка и победителя Классика Оладушка. А уже в воскресенье посмотрим пятый раунд нижний, шестой раунд нижний и гранд-финал, который будет играться в B107. Нет, интервью не было. Интервью я подготовлю к завтра, либо послезавтра. Посмотрим. Ну, может быть, с финалистом там сделаем. Короче, интервью будет позже. Это пока просто такая идея, которая у меня появилась. Ее нужно подготовить. Сегодня я к ней был немножко не готов. Все, сердечко болит. Гриндер проиграл. Сейчас Кате скажу. Ох, страшно. Что, все ребята, за которых болели, вылетели, кроме Дарка. Ну, это из тех, за кого именно Катя болела. Вот, интервью с Хубой. С Хубой тоже проведем, правильно? Ну что, друзья. Я думаю, что на сегодня пора закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Неплохой стримчик получился. Потихонечку, потихонечку двигаемся к финалам. Завтра будет еще круче. Мне, в целом, сегодня игры понравились. Вообще, ребята, молодцы. Я очень рад, что не в тайминг. Мы, кстати, еще ни разу тайминг не нарушали. И ребята, большие молодцы. Если мы завтра, послезавтра это продержим, то будет вообще бомба. Ну что, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. Я думаю, что на этом все. Давайте закругляться. Всем доброй ночи. Хорошего вечера. Пока.